всем привет продолжаем уроки эдита и сегодня покажу второй способ как можно подкрутить нашу наши сканы в первом способе показала в предыдущем видео показал как можно сделать это по помощи инструмента рамка сегодня же буду показывать как это сделать по помощи линейки линейки наших значит так у нас есть слой задний план задний фон вот это вот да хинтер группа местами написано и его нужно как-то нам нам подкрутить во первых этот слой у нас фиксированный его двигать в принципе никак нельзя как мы видим да то есть я нажимаю допустим слой фон контрол т пытаюсь как-то его изменить но ничего не получается контрол т никакой трансформации не происходит так вот значит чтобы это дело нам расфиксировать разблочить нам нужно убрать отсюда блок самый простенький способ это просто-напросто убираем здесь замочек клик и вуаля наш фон превратился самый обычный слой под названием слой ноль это такой самый простой способ есть еще второй способ мы дважды кликаем на этот слой тык-тык появляется такое окошко и теперь мы даже можем назвать как-то наш слой допустим назовем его слой который мы будем крутить окей видите он сразу приобрел нужно на название а есть еще третий способ но в принципе все как бы одно и то же мы нажимаем выделяем наш слой фон кликаем на в менюшке слои новый слой из заднего плана клик и в принципе та же самая менюшка открывается здесь можем его назвать как нам нужно окей и вуаля он уже сразу же назвался конечно самый простенький самый быстренький это просто нажимаем сюда потому что мы все на потом этот слой в фон обратно превращаем и поэтому название тут писать нам в принципе не обязательно так вот значит мы сделали наш слой трансформабельным да то есть мы теперь можем трансформировать если нажму клавишу control-t горячей клавиши control-t то мы видим что я могу его взять и подкрутить как это делать нам обычно да то есть как бы исказить сделать уже дальше да там как бы все это как бы уже известно я надеюсь что он тоже известно такое значит что мы теперь делаем нам нужно при помощи этой трансформации это дело подкрутить чтобы нам знать на какой горизонт нам расчитаться на какую линию нам ориентироваться да мы можем взять линейки вот эти вот линейки которые здесь по углам стоят если они у вас не включены то можно нажать клавиши control плюс r и у него с появится также можно в менюшке просмотра и нажать вот сюда вот линейки видите control-r это у нас включить и выключить линеечки наши вот значит теперь нам нужно эти из этих линейк вытащить нужную нам линейку вниз мы начать сначала сделаем горизонтальную то есть подходим к линейке нашей кликаем за нажимаем клавишей левой сюда клик тащим вниз зажатой клавишей тащим вниз линейку в то нужное место где нам по которым мы хотим сориентироваться вот сюда одну поставим дальше возьмем еще вертикальную линию сюда мы поставим и допустим еще одну вот сюда поставим как-нибудь вот так да вот теперь control-t нажимаем и начинаем крутить наш наш слой чтобы он эта рамочка значит нас стала более-менее перпендикулярна к этим нашим линиям то есть примерно вот примерно вот так вот а если вы видели предыдущий ролик когда я пыталась рамкой это самое сделать подкрутку том вы возможно заметили что когда я вот так вот делаю у меня у допустим 10 0 потом опа на чуть-чуть буквально съехала в сторону и уже стал 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 градус 0.7 градусов да то есть 0.2 не поставить не получается почему потому что здесь у нас есть размер размерная такая сетка размер разметная сетка и вот эти вот линии у разметной сетки они магнитные да то есть как бы примагничиваются то есть я чуть-чуть как бы изменяю и он как бы опана примагнитится сказок это к какой-то из этих линий и в этом как бы была была как бы сложность был как бы не моё недовольство в этом появлялась когда же мы делаем подкрутку вот таким способом да как я сейчас делаю просто-напросто с трансформацией то у нас нет таких линий которые наша картинка будет примагничиваться и поэтому мы можем плавненько на 0 допустим 0 1 даже сейчас секундочку вот 0 чуть-чуть сдвигаю там 0 1 0 2 0 3 там ну короче видите более плавно такое движение можно делать и по чуть-чуть по чуть-чуть его это самое сдвигать в сторону вот этот нашу картиночку крутить ее как надо а при этом как бы когда мы нажимаем почему так вот подкрутили мы видим что здесь у нас кусок уходит за рамку нашу мы нажимаем клавишу enter и этот кусок нас никуда не пропадает у нас остается то есть мы можем его передвинуть наверх и он до сих пор он как бы еще присутствует почему потому что слой не фоне фон а слой самый обычный слой вот и пиксели которые там за рамку заходят они никуда не теряются это тоже как бы плюс идет далее что далее 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 у нас получается что когда мы это дело подкрутили секундочку я подключу обратно вот таким вот способом мы делал подкрутили далее мы видим что нас помимо слоя фон есть еще слой jp то есть на слой фон подкрутился а слой jp остался таким же кривым какой каким он был до этого то есть оригинальный да получается в принципе казалось бы ну и что с того но дело в том что если вы с клином еще здесь не закончили до конца допустим я вот здесь если включим этот уровне мы видим что я допустим здесь сверху черники уже почистила а снизу у меня черники еще не до чищен то есть как бы я еще буду удалять эти звуки я буду почищать это черный звук очень черные такие места и возможно я сделал какой-то косяк допустим я случайно возьму делать там стирал когда вот так вот случайно сотру ну там всякие случаи бывают да и по случайно сохраню такая картинку и со своим файлик и уйду куда-нибудь да и как бы не замечу то что меня откуда-то тут косяк потом значит по новой включаю файлик вернуть назад по истории это дело не смогу да то есть как бы сделать control z отменить действие уже не смогу потому что файлик один раз уже закрылся и по новой открылся и он как бы история действия уже как бы чиста и для этого чтобы установить кусочек я должна буду взять из слоя jp из оригинала я возьму вот этот кусок которыми там косячный да его скопирую control c control v вот он у нас стоит да и мы видим что этот нас кусочек он у нас не под тем углом находится и теперь нам нужно будет отдельно его тоже так вот трансформировать искать тот же самый угол на который мы в тот раз его повернули и это довольно таки муторный процесс как конкретно там будет там неизвестно да и общем чтобы такого у нас не было чтобы нам не мучиться с подкруткой вот это еще разочек мы прежде чем вот это все круть и крутить себя будем до секундочку дима там свободно трансформирование вот на прежде чем будем крутить вот этот вот наш слой мы выделяем еще слой jp который нам нужно тоже чтобы подкрутить короче мы будем трансформировать сразу отключить раза два слоя вместе можно конечно еще взять этот слой и английский на фринфе там нам без разницы короче берем все слои которые нам сначала выделяем все слои которые мы хотим подкрутить потом нажимаем control t лишь потом подкручиваем и тем самым подкручим все будем подкручивать все слои которые нам нужны нажимаем клавишу enter и теперь у нас и слой японский слой с нашей чистенький они оба подкручены и оба стоят в том самом положении которое нам нужно и сейчас есть допустим где-то на косячу и придется вырезать из слоя jp я смогу спокойненько копировать ставить кусок и он мне будет именно в том самом под тем же самым углом который мне нужно и мне нужно будет этим заморачиваться еще разочек вот это тоже надо учитывать то есть когда мы допустим рамкой вот подкручивали то у нас крутил все абсолютно полностью слое когда мы подкручиваем слое слои при помощи вот этого трансформации control t то подкручивается только один выделенный наш слой подкручивается к touch на те слои которые у нас выделены вот эти такие целью цвета то есть не забывайте еще про другие слои которые нужно подкрутить далее что далее что но в принципе на это наверное все этот способ я люблю больше всего а еще коль и что да чтобы я люблю больше всего потому что он такой самый такой плавно можно подкрутить он довольно-таки простенький, то есть как бы выделили нам два нужных наших слоя, Ctrl-T, и просто наберем, подкручиваем, да. Обычно нам все вот эти три линейки не нужны, достаточно бывает только одной их, вот этой горизонтальной линейки, либо там вертикальность, так как вы привыкли подкручивать. Вот эти самые линейки, что с ними дальше делать? Дело в том, что вот эти вот линейки можно, в принципе, оставить так. Они как бы, возможно, никому они не помешают, но бывают такие тайперы, то есть вы как эдитер, вы сделали хороший скам, подкрутили его красивенько, чтобы он хорошо стоял, и теперь вы отправляете данную работу, допустим, тайперу. Тайперы некоторые для того, чтобы сцентрировать текст, тоже пользуются такими линейками, и чтобы они не путались в ваших линейках, это дело желательно убрать. То есть есть, конечно же, штука, то, что просто-напросто убрать все эти вот линейки, то есть мы нажимаем просмотр и убираем галочку с этого этой строчки, вспомогаясь на элементы. Клик, и они вроде как пропали. Но они на самом деле не пропали, они до сих пор тут стоят, мы просто поставили их в invisible. Если же мы отправим такой файлик нашему тайперу, он откроет его на своем компьютере, то у него все вот эти линии, они так же останутся. То есть мы как бы добавляем новую линию, и вуаля, появляются какие-то другие линии, которые тайперу нафиг не нужны, и они его могут не то, что там сильно запутать, но все оно приятнее всего, когда ему будет гораздо приятнее, если вы за собой это дело уберете. Как убирать линейки? Просто-напросто берем инструмент перемещения, тащим курсор вот к этой линии какой-нибудь, и видите, курсор превращается в такую как бы стрелочку, ну, короче, вот такой символ превращается. Мы ее хватаем и тащим, допустим, горизонтальную линию убираем наверх вот сюда, это сюда, а вертикальный убираем вот сюда, раз, и два. Все, мы за собой рабочее место почистили, и теперь тайпер, который вам понадобится такие линейки, он уже как бы с вашими линейками не будет путаться. Про линейки тоже как-нибудь отдельно еще расскажу, как бы в рамках изучения фотошопа, инструмента фотошопа поконкретнее. Но на этом пока что все, второй способ я вам показала. В конце можете свой слой фон превратить обратно в настоящий фон, да, но при этом не забывайте, что если вы превращаете его в слой фон, то вот эти вот пиксели, которые тут внизу были, да, допустим, они у нас обрежутся, и да, и вам их как бы потом не вернуть, если вы их сохраните, выкручите, то эти пиксели уже будут вам не вернуть. Поэтому подумайте, хотите ли вы, допустим, сделать, как я в прошлом уроке показывала, тем, как его штампиком тут дорисовывать, или же еще какой-то у вас вариант есть, его можно просто так оставить как-нибудь. В общем, да, вот с этим подумались насчет того, как вы собираетесь заполнять те места, которые у нас как бы уходят за край рамочки. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. В следующем видео покажу третий способ, как можно подкрутить наш скан. Субтитры создавал DimaTorzok